Два раза в неделю Наталья Ермолюк приходит на занятия адаптивной гимнастикой по проекту культура движения «Основа активного долголетия». Говорит, улучшилось самочувствие и настроение. Порой убегаю, клюшка стоять у меня около дерева. Поэтому, да, как-то интересно уже. Чувствуешь себя по-другому и общение, и очень позитивно. Нам подготовила программа, она выполнима. Мы не занимаемся, конечно, лёжа, сидя, только стоя, потому что в парке нет такой возможности. Но здорово, начиная с головы и кончая ногами, мы всё разрабатываем за час. И нам это нравится, самое главное – общение. В нашем возрасте плюс. Самое главное – общение. Понимаете, тут не столько, ну и зарядка, конечно. Жизнь-то она продолжается и в 60 плюс, и в 105 плюс. Занятия проводят пять профессиональных тренеров, которые прошли дополнительное обучение за счёт президентского гранта по программе «Адаптивная физическая культура». Правильное дыхание, правильная разминка, правильная доза, которую можно давать пенсионерам, потому что пенсионеры, конечно, отличаются от нас, от юноши, от взрослых людей. Что-то я взял из упражнений, которые мне преподавали по гранту президентскому. Что-то я своё добавил, потому что я с тобой уже очень давно работаю тренером. Как бы для меня сложности в этом никакой нет. Они более ответственно к этому относятся, они приходят. Иногда даже раньше, чем мы приходим, потому что они не хочут этим заниматься. За счёт средств президентского гранта врачи-волонтёры сверят физиологические показатели, а также проконтролируют состояние здоровья до и после окончания проекта. В нём регулярно принимают участие около 300 людей пенсионного возраста. Для тех, кто не может прийти, разработали дистанционную программу. Направлен проект наш на снижение и профилактику травматизма среди пожилых людей. Изначально мы задумывали так наш проект, но, к сожалению, вмешался коронавирус в нашу жизнь и уже мы тематику нашего проекта чуть-чуть расширили. Хотим попробовать это делать в дистанционном формате, чтобы для тех людей, кто всё-таки не может выходить на улицы, да ну в силу каких-то причин, есть такие люди, которым просто тяжело передвигаться, они смогут элементарно, да, мы их обучим работе с приложениями, да, на телефонах либо на планшетах, и они смогут элементарно заниматься под руководством наших тренеров дома. Занятия на свежем воздухе проводят в пяти парках Самары. Адреса можно посмотреть на сайте регионального министерства спорта. После наступления холодов заниматься будут в залах. Мэри Илчан, Елена Малютина, Николай Сидоров. События.